Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В детских садах села Супсех и станицы Анапская скоро откроют новые корпуса. Профессионалы на вес золота. Программы поддержки медработников в курортной Анапе. Работу коммунальных предприятий в новогодние дни проанализировали на краевом селекторном совещании. Губернатор Кубани Александр Ткачев провел совещание, посвященное работе предприятий ТЭК и ЖКХ в праздничные дни. Новый год начался на Кубани, экстремально отметил глава региона. Погода испытывала крайнопрочность снегопадами и ливнями, морозами с отметкой до 30 градусов. В целом, с поставленными задачами, хочу видеть, край справился. И в Новый год мы вошли достаточно спокойно, без масштабных, чрезвычайных ситуаций, происшествий. Органы власти, правительные структуры, спасатели, службы, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего края, все отработали во время праздников согласованно и достаточно профессионально. Пик нагрузки пришелся в период с 6 по 10 января. Тогда пришлось подключать к краевой оперативный штаб и переводить экстренные службы в усиленный режим работы. Все, должно сказать, выстояли, хоть и практически работали на 2-е суще. Системы ЖКХ, тепло, летоснабжение по всему краю работали без особых злоев. Я рад, что уроки прошлого года, в том числе и испытания энергосистемы края ледяным, дождем, не пришли до нас даром. Резервов во время праздников хватило практически всем территориям, если где-то и возникли нештатные ситуации, то силами ремонтных бригад они устранялись в кратчайшие сроки в рабочем порядке. Обсудили тему серьезной аварии на теплотрассе в Анапе в ночь на 9 января. Причины аварии связаны с неправильной прокладкой трубопровода. Авария действительно техногенная, связана с неправильной прокладкой трубопровода. И этот трубопровод протяженностью более 4 километров при подготовке к работе в зимних условиях, 17 мая было прессован, было найдено 5 участков, где были утечки, были устранены. И 24 мая опять прессовку прошел. Было отключено на котельной 130 домов. Первое переподключение по 82 домам при повторном запуске третьей котельной. И было переподключение 37 домов с этой линии на другую, на котельную номер 2. И осталось 11 домов. Жильцам на время устранения аварии предложили помощь. Были оборудованы теплые помещения в двух школах, организовано горячее питание, подготовленный автобус для доставки людей к социальным объектам. Штаб оперативный отработал так, что не было нареканий ни со стороны населения. Мы обошли практически все квартиры. Были подготовлены два помещения в 4-й и в 6-й школе у нас. Но люди отказались. Одна семья, одна женщина и двое детей изъявили желание, и мы их поселили там, в тех помещениях, которые подготовили. Остальные люди отказались от переселения. Хорошо. Это была хорошая практика, и все должны взять за основу. Потому что это может произойти везде. С учетом износа, мы прекрасно понимаем, что нам есть еще зачем работать не один год, чтобы все завести в хотя бы нормативное состояние. Работы по ликвидации аварии были усложнены. Специалисты искали место утечки. Линия была проложена под проезжей частью. Пришлось нанимать работников частной организации из Краснодара, чтобы найти точное место повреждения. Мы в самое ближайшее время приобретем оборудование. Я убедился, что оно нужно. У электриков оно есть, это оборудование. Для поиска пробития кабельных линий подземных. А вот у тепловиков, к сожалению, этого оборудования не было. В будущем мы таких аварий не допустим. Благодаря специальной технике в дальнейшем сроки поиска мест аварии будут сокращены. А значит, и ликвидация последствий будет занимать значительно меньшее время. И к другим темам. Добро пожаловать в детский сад. В селе Супсех и Станица Анапская в детсадах скоро откроют дополнительные модульные пристройки. Подробнее о развитии системы дошкольного образования в курортной Анапе и планах на 2015 год расскажем прямо сейчас. Новые модульные пристройки детского сада откроются на следующей неделе. В селе Супсех и Станицы Анапской. 120 маленьких жителей получат места в детском саду, а их мамы возможность вернуться на работу. Кроме того, в детских садах созданы дополнительные рабочие места для персонала. Модульные здания возведены менее чем за три месяца. Корпус построен по современным технологиям. Используются экологически чистые материалы. Помещения включают групповую комнату, спальню, санитарную комнату для няни, учебный уголок, раздевалки, блок хозяйственных помещений. Строители работали в три смены и за два с половиной месяца построили новые модули для дошколят. С нетерпением ждут открытия садика «Дети Супсеха». Это целое событие и для педагогов, и для родителей, и, конечно, для детишек. Списки есть, родители ждут наших звонков. Все были очень рады, когда мы их обзванивали, говорили, что вам предоставлено место. Все как так, к Новому году мы обзванивали как раз с 25 по 31, все родители очень рады. Детский сад востребован, и места в детский сад в Супсехе, потому что очередь у нас большая. В станице Анапска построено два модульных здания, каждое на 40 мест. Теперь детский сад станет вторым домом для 80 малышей. Путевки уже розданы родителям, детский сад полностью укомплектован. Любовь Тоболова ждала этого события два года. Есть ли в жизни счастье? Наверное, есть. У нас это началось со звонка из детского сада номер 42 «Ласточка». Нам позвонили вообще неожиданно и предложили путевку в этот детский сад. Сказали, что построились новые модули. Естественно, мы очень обрадовались и сразу же прибежали в детский сад. Посмотрев территорию, мы были просто в восторге. Новая мебель, новые игрушки, все новое, красивое. Оба детских садика в 2015 году будут достраиваться дополнительно. На территории планируют двухэтажное здание на 80 мест. С новым пищеблоком, прачечным и административным помещением. После осмотра детских садов заместитель главы города Людмила Мурашова побеседовала с заведующими. Руководители провели небольшие экскурсии внутри зданий и по территории. Людмила Мурашова указала на ошибки, отметила, что нужно доделать. Открытие новых модульных зданий запланировано на 19 января. Все основные работы уже проведены. Самое главное, теперь жители могут забыть об одной из насущных проблем – нехватке мест в детском саду для малышей от двух до семи лет. Мы узнали еще об одном событии, важном для жизни города. Подробности прямо сейчас. Сегодня в Анапе из-за плановых ремонтных работ без света осталось 35% горожан-потребителей электроэнергии. На линии высокого напряжения 35 кВт проводились профилактические работы, из-за чего в 10 утра была прекращена подача электроэнергии в дома, запитанным от этой линии. Эту работу могут выполнять только специалисты из Новороссийска. Вот они и работают на этом деле. Поэтому еще раз извините, но это нужно для того, чтобы мы как можно меньше были обесточены в период зимы, для того, чтобы все наши жители были с электроэнергией. Без света частично остался город и несколько населенных пунктов Анапы. Электроснабжение восстановили к 16 часам. Профессионалы на вес золота. В Анапе привлекают врачей и специалистов узкой профессиональной направленности. Мы познакомились с необычной семьей медработников. О семейном подряде в городской больнице наш следующий сюжет. Часы блаженства и мгновения ада. Так в медицинском мире говорят о работе врачей, анестезиологов, реаниматологов. Пациенты запоминают хирургов, терапевтов, травматологов, но совсем не помнят тех, кто в буквальном смысле вытаскивал их с того света. Игорь и Юлия, свинарь, уроженцы города Краснокаменска Забайкальского края. Весной прошлого года в интернете нашли объявление о вакансиях в Анапскую горбольницу. И осенью переехали. Врач и медсестра познакомились прямо в операционной. С того дня уже три года бок о бок дома и на работе. Мы с ним друг друга понимаем. То есть он мне может даже не говорить, что сделать. Я сама понимаю, что нужно сделать. Мне очень комфортно с ним работать. Юлия свинарь с детства мечтала помогать людям. В реанимационном отделении работает медсестра уже более девяти лет. Ее муж Игорь – врач-анестезиолог, реаниматолог. Еще в школе выбрал свою специальность. Окончил химико-биологический класс и поступил в медакадемию. Ежедневно, ежечасно, порой без сна и отдыха они заняты одним – борьбой за человеческую жизнь. Когда на улице встречаешь пациентов, и они живы, здоровы, на своих ногах говорят спасибо. Это результат, к которому стремимся мы так или иначе. Увести в мир снов, где нет боли, а после путешествия вернуть к жизни. Они всегда должны знать чуть больше, чем врачи других специальностей. У этих людей нет права на ошибку. Как и все сибиряки, которые приезжают с севера, из Сибири. Они довольно хорошо образованы профессионально, в профессиональном плане неплохо работают, грамотные. Поэтому, собственно говоря, они быстро влились в коллектив, довольно неплохо себя уже зарекомендовали с профессиональной стороны. Не только усыпляет и пробуждает больного, но и наблюдает его весь период операции. Профессия эта интересна тем, что результат работы виден сразу. Да и среди медиков считается одной из самых трудных. Возможно, поэтому в мире это самодефицитная специальность. Люди в белых халатах в отделении анестезиологии реанимации Анапско-городской больницы, такие как Игорь и Юлия Свинарь, каждый день дарят пациентам надежду и возвращают к жизни. С 15 по 18 января в Анапе пройдет выставка продажи изделий из меха. Северина из города Киров представит шубы от 38 до 64 размера. Приобрести шубу можно в кредит. Доступные цены, отличное качество, гарантия производителя. И все это только сейчас и только для самых прекрасных женщин на свете. Порадовать наших модниц новинками сезона приехала в меховая выставка продажи «Северина» из города Киров, которой в этом году был вручен диплом «Торговая марка года». Шубы от классического до современного дизайна из норки, бобра, овчины, каракуля, нутри, андатри и орелага. Всего более полутора тысяч готовых изделий из меха на любой вкус и фасон ждут вас. Размерный ряд от 38 до 64, возможность приобрести шубу в кредит. Широчайший модельный ряд, но чем не повод порадовать себя любимых. Эта модель мне понравилась очень хорошо. А почему? А чем понравилась? Интересный покрой. Смотрите. Можно вот так. Рукав интересный тоже. Очень приятно удивлена выбором моделей. Ждем вас на ярмарке «Меха» от «Северина» с 15 по 18 января в бутике «Богачо». И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. С пятницы у 16 января в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 3,5, ночью до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды, платья вечерней и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа», в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. КОНЕЦ